Всем привет, Арсений, родилась идейка, которую очень хотелось реализовать. Это полочка вращающаяся, у меня это в данном случае для кухни, потому что, как правило, все баночки у меня где-то вдали стоят, впереди стоят кружки, и лазить за ними было совершенно неудобно, и решил сделать вращающуюся полку, которая дает доступ и к дальним краям, и к ближним. Вот, в принципе, вот такой вот получился набросок. Дальше более подробно расскажу, как и что я делал, что менял, что заменил. Ничего сложного, все практически из подручных материалов, из того, что было, поэтому, может быть, не совсем идеально ровно красиво, но все-таки. Итак, для данной заготовки, для данной полочки мне понадобилось два подшипника, которые попались у меня в магазине. Это был диаметр внутренний восьмерка, внешний 22 мм, две штуки, шпилька, также восьмерка, вот были подшипники десятка, была бы шпилька десятка, гайки в районе четырех штучек у меня. Вот, ПП-труба, полипропилен, думал, вначале поставить, хотел, полипропиленка была, вот, задумано, но потом решил выйти от полипропилена, нашел черенок, заменил на дерево. Вот, естественно, понадобилось два диска, вот диаметр, для себя взял 30 сантиметров, ну, в конечном итоге, отошел 28, потому что 30 немножко было выступало. Ну, и, в принципе, вот такая схемка. Ну, и дальше покажу процесс изготовления. Его будет из двух частей, вот, первая часть основное изготовление, вторая часть будет, скорее всего, уже финишка, как оно все выглядит, и т.д., и т.п. Поехали! Итак, сперва у нас пошла разметка, использовал щиты от старых полок склеенные, вот это сосна, настреливаю дырочку, беру свой супер мега фрезер циркуль, видео с его изготовлением, в принципе, есть уже у меня на канале. Выставляем нужный размер и рисуем два кружка. Две окружности. Ничего сложного. Вот фрезер фиолет, с одной стороны, он порадовал меня достаточно, небольшой, достаточно легкий, но, как говорится, цена, качество немножко недоработан. Придется его как-то додумывать. Плохо фиксирует высоту, глубину погружения, и периодически выскакивает полностью с основания. Ну, в принципе, видео вы сейчас также это видите. Различные матерные слова я оттуда просто вырезал, их просто не услышите. Вот один кружок готовый, вот второй по той же схеме. Дырочку сквозную делаю для того, чтобы можно было с двух сторон круг сделать, когда все четко, все ровно, проходя с обратной стороны. То есть, я не порчу основание своего стола. И так просто удобнее, не нужно на всю глубину. Вот, как видите, я с другой стороны в эту же дырочку попадаю. Вот, и совершенно спокойно, точненько, ровненько все подрезается с одного захода, с обратной стороны. Так, дальше. Дальше я, ну, естественно, установил свою шлит-машинку с наждачкой. Торцы прошел кругов наждачкой, подровнял их немножко. Далее взял маленькую закругленную фрезу, по-моему, радиус там по 10 миллиметров. С одной стороны фаски снял, а с другой стороны использовал уже другую фрезу выпуклую. Вот такую вот фрезу. Понравилось в одном видео, как выглядит сие в конечном итоге. Делал с трех проходов. Вот все это, чтобы не с первого раза брать максимальную глубину, потому что выборка достаточно глубокая. Это мехомера, это дерево. Вот, чтобы не было сколов, сделал это, естественно, три захода. Фрезер внизу у меня стоит, по-моему, зубровский полторытысячник. Вот, с цифровым дисплеем, который, в принципе, нафиг не пользуюсь. Им он не нужен, который позволяет выставить скорость. Работает этот фрезер у меня уже полгода. Менял пока что только щетки. Ну, а вот, с самого вот это основание, куда-то включен фрезер заказывал. Кому интересно будет, могу дать ссылочку. Ребята, очень хорошо, четко сделано все. Огромный респект, спасибо. Итак, дальше просвеливаю диаметром 8 миллиметров все. Это вот под эту шпильку, который на заднем плане у нас есть. Размечаю как раз то, что я и говорил, вместо припленной трубы кусок черенка отпилил. Диаметр, по-моему, около 35-40 миллиметров. Так будет намного веселее выглядеть. Вначале прохожу тонким сверлом, потом беру сверло на 8. Сверлю с двух сторон, получается, по разное отверстие. И делаю первичную сборку. Первый кружочек, второй кружочек. Ну, и потом взял точно такую же центральную часть. Это вот уже полочка моей кухни. Вот я буду устанавливать пером, высверливаю отверстие 22 миллиметра, так как подшипник внешний, диаметр 22 миллиметра, чтобы он туда немножко притопился. Вот, и позволял свободно крутиться в моей полочке. Ну, сверху делаю ответное отверстие, куда также будет вставляться подшипник второй, благодаря чему добился отличной поворотной способности в полочке. Ну, и здесь центральную часть наждакую с помощью той же стельки, с двух сторон гайки и суроковерта. Быстро, дешево, среди-то. Ну, в принципе, первая часть готова. Вот, вторую часть будет уже в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok